Итак, на локальном хостинге я развернул чистую джумлу, последней версии 3.9.1. И давайте приступим сначала к установке компонента и шаблона. Устанавливается все как обычно. Сначала установим компонент. Переношу архив с компонентом. И ждем процесса завершения установки. Итак, компонент установился. Посмотрим, он у нас здесь. DJ Class и Fields в компонентах. И у нас все на английском языке. Установим русскую локализацию. Соответственно, русификатор также устанавливается прямо поверх. Моментально устанавливается. И сразу смотрим, видим все на русском языке. Теперь давайте установим шаблон. JMIKS. Вот именно этот архив ставится первым. То есть основной шаблон. Видим, что шаблон моментально устанавливается. Без плагина фреймворка, я сказал, не будет работать. Поэтому сразу с вами переходим установить. И фреймворк. Вот этот плагин, видите? EF4 Framework. Перетаскиваем, устанавливаем таким же образом. И сразу два плагина у нас ставятся. Давайте сразу посмотрим. Перейдем в плагины. Вот системы jQuery Monster и EF4 Monster у нас установились. Они автоматически включены. Возможно, этот плагин разберем. Но он у нас автоматически включился. В принципе, вот как он есть. По дефолту все настройки. В принципе, пускай так и остается. Установить. Шаблон находится в шаблонах. Соответственно, если перейдем к JMIKS. Вот мы видим наш шаблон. У меня он уже, как ни странно, на русском языке. Если у вас он вдруг на английском, то вам нужно будет поставить вот этот специальный русификатор, который можно найти в интернете. Теперь наш шаблон, он не включен. Ставим звездочку на нем. Посмотрим на сайте. Видим, страница у нас показывается. Никаких ошибок нет. Все нормально. То есть, по умолчанию она выглядит вот так вот. Пока пустая страница. Теперь. Тот внутренний шаблон, о котором я говорил ранее. Чтобы вы понимали. Переходим в DJ ClassyFields. Я вам покажу. Перейдем в общие настройки. Перейдем в вид. Вот здесь вот тема, важный момент. Здесь у нас всего есть два варианта. Plan и Default. И, соответственно, когда мы установим этот шаблон, переходим, как обычно, установить. Вот эта тема. GM IKS Tem. Устанавливаем, как обычно. Именно порядок установки такой. То есть, вот эта тема обязательно ставится самая последняя. То есть, сначала вы ставите тему общую. GM IKS. А потом IKS Tem. Только так. Соответственно, здесь в шаблонах вы не видите никаких дополнительных тем. Потому что это внутренняя тема. Переходим в DJ объявление. Она появляется здесь. Переходим в настройки. Переходим в вид. И здесь вы видите, теперь появляется третья тема. GM IKS. Вот здесь ее обязательно выбираем сейчас сразу и сохраняемся.